В стихийный митинг превратилось начало публичных слушаний по проектам землепользования и застройки, или как их сокращенно называют ПЗЗ. Несмотря на то, что процедура слушаний подразумевает абсолютную свободу высказывать свое мнение по существующим планам, некоторые граждане требовали просто отменить мероприятие. Не помогли и увещевания членов комиссии. Я прошу соблюдать регламент проведения публичных слушаний. Комиссия создана постановлением администрации района. Назначен председателем, зампредседателем и всех членов комиссии. Комиссия на сегодняшний день присутствует в зале, и она легитимна. Поэтому публичное слушание мы с вами проводим. Митинг продолжался некоторое время. Сотрудники администрации пытались вступить с гражданами в диалог, но все было напрасно. Я предлагаю вот то, что вы хотите сейчас. Давайте это в протоколе все сфиксируем. Вы посмотрите. Поскольку переговоры закономерно зашли в тупик, митингующие в конце концов покинули зал. Главный парадокс ситуации в том, что и администрация, и жители города хотят одного и того же. Мы тоже по многим позициям в части этого проекта, правил землепознанной застройки, которые представлены разработчиком главы архитектуры, не согласны. И говорим, для этого есть процедура по законодательству. Нужно уважать действующую законодательству. Объявили процедуру. Соответственно, публично говорим о том, что какие есть пожелания, какие есть вопросы, что бы мы хотели здесь видеть конкретно по территориям, публично, чтобы каждый это смог заявить. Как говорится, почувствуйте разницу, но уловить ее довольно сложно. После того, как часть граждан покинула зал, работа комиссии продолжилась, и местные жители смогли, наконец, задать интересующие их вопросы. Все вопросы, пожелания жителей, рекомендации и требования, как уже не раз было заявлено, в ходе слушаний протоколируются, чтобы в дальнейшем внести поправки в ПЗЗ. Задача сейчас понять, все ли виды разрешенных использований, будь то основные, вспомогательные или условно разрешенные, устраивают муниципалитет, устраивают жителей для того, чтобы сформировать конкретные предложения правительству области, в главу архитектуры для дальнейшего рассмотрения на комиссии областной по правилам землепользования и застройки. Немало жителей участвовало в слушаниях заочно. Например, Елена Гордеева вела прямую интернет-трансляцию для коллег по работе. Они же писали ей вопросы, на которые хотели услышать ответы. Огромная просьба, наверное, от всех жителей города просто прокомментировать, что с дорогами. С въездами, с выездами, с дорогами между домами. Как показывает практика, конструктивный диалог оказывается намного продуктивнее и полезнее при обсуждении вопросов городского обустройства. Тем более, что публичное слушание – лишь часть большого многоступенчатого процесса. Пока не будет проведено все соответствия, ни администрация, я уверен, ни совет депутатов не примет тот проект, который сегодня, соответственно, имеет место быть, потому что по нему возникли вопросы и у жителей, и у представителей администрации. Прошедшие мероприятия – лишь начало публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки в городе Видное. К тому же все, кто по каким-либо причинам не смог участвовать в слушаниях, могут предоставить свои предложения и пожелания в администрацию в течение 10 дней. Максим Козлов, Данил Свидерский, Константин Брылов, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.